Здравствуйте! Сегодня 22 августа и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру На торгах во вторник евро вырос против американского доллара до шестинедельного максимума. Поддержку единой валюте оказала информация о том, что Германия может пойти на некоторые уступки для Греции, пока ее премьер-министр Антонис Самарес заявляет о готовности выполнить все задачи в рамках программы спасения. На рынке появились слухи о том, что на предстоящей встрече Самарес попытается добиться у Германии продлении срока этой программы, предположительно, на два года. Эти сообщения были с оптимизмом восприняты рынком, и курс евро взлетел к новым максимумам. Единая валюта совершила ралли и, пройдя на подъеме более 140 пунктов, достигла уровня 1,2487. В ходе торгов существенную поддержку европейской валюте оказали и результаты испанского аукциона по продаже долговых обязательств. Страна продала облигации на сумму 4,5 млрд евро, при этом стоимость кредитования снизилась до уровня 3,07% по сравнению с 3,9% на предшествующем аукционе. На американской сессии подъем пары был остановлен, поскольку новость о понижении агентства на СНП рейтинга итальянской провинции компания спровоцировала волну фиксации прибыли. Впрочем, это не помешало единой валюте остаться в зоне достигнутых максимумов, закрепившись на уровне 1,2472. В нашем прогнозе на среду предполагаем коррекционный откат пары первоначально к уровню дневного разворота 1,2434, а затем после его пробоя дальнейшее снижение в ценовую зону 1,2410 – 1,2370. Далее ожидаем возобновление подъема курса единой европейской валюты и попытку пары вновь протестировать уровень вчерашнего максимума 1,2487. Если быкам удастся преодолеть этот уровень, закрепиться над ним возможно продолжение подъема к ценовым уровням 1,2496, 1,2554 и 1,2585. Возобновление подъема к вышеназванным ценовым уровням вполне возможно также и в случае, если пара не сумеет пробиться ниже уровня дневного разворота. Британский фунт на вчерашних торгах старался не отставать от европейского союзника. В течение дня пара фунт-доллар, стремительно поднимаясь, достигла двухмесячных максимумов и протестировала верхнюю границу восходящего канала и ключевое сопротивление на отметке 1,5803. Поддержку британской валюте и драйвером ее восходящего движения стали оптимистические настроения участников торговли, связанные с надеждами на ослабление и скорое завершение долгового кризиса в Европе. Однако позитивный настрой инвесторов несколько омрачился после выхода в Великобритании неблагоприятного отчета по госфинансам, а также полученного от агентства ФИЧ предупреждения об угрозе высшему кредитному рейтингу страны в случае увеличения объемов сокращения ее бюджетных расходов. На этом фоне подъем курса валюты прекратился, ценовое движение стабилизировалось в узком ценовом диапазоне вблизи уровня 1,5781. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем новую попытку пары пробиться к зоне сильного сопротивления 1,58-1,5850. Далее ожидаем разворот и снижение пары к ценовым уровням 1,5773, 1,5745, 1,5725 и, возможно, к 1,5708. Возобновление снижения к вышеназванным ценовым уровням ожидаем также и в случае, если паре не удастся пробиться выше уровня вчерашнего максимума 1,5803. В экономическом календаре среды Япония представит итоговые данные по внешней торговле за июль месяц, включая объемы экспорта и импорта товаров. Австралия опубликует июньские индексы ведущих экономических индикаторов. В Канаде выйдут данные по объему розничных продаж за июнь, а в американской статистике будут опубликованы протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости, а также запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов от Министерства энергетики США. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.